ребят всем привет эта серия у нас будет про ремонт небольшой ремонт значит что я хотел давно поменять это передние амортизаторы амортизаторы кабины значит вон они стоят за подушечкой вот подушка и вот амортизаторы а также я хотел бы поменять еще подушки кабины то есть вот кабина сзади она на амортизаторы а здесь впереди ну чуть позже короче она вот тут установлено там крепление это же резинка стоит приехал на дилерскую кенворд нахожусь штате у гайо коламбус и пойду сейчас попробую купить запчасти если найду нужные в наличии это я хорошо заехал я что-то что вернулся дилерской покажу что купил значит вот два передних амортизатора покар фирменные то есть эти два года гарантия значит амортизаторы ладно но вы поняли как амортизаторы потом в любом случае когда буду менять я покажу так купил ох уж эти подушки значит смотрите это кабинные значит вот это идет снизу так вот втыкается а а вот эта часть идет фроп фронт кэп маус в общем она идет либо вот так либо вот так это давно уже потом разберусь когда буду ставить посмотрю каким она образом идет то есть получается по две штуки на на каждую сторону двен слева две справа ну и конечно же еще задние амортизаторы купил тоже покаровский тоже фирменные на кенворте на дилерской потому что кенворд он работает вместе с покаром это оригинальные запчасти обошлось друзья недешево со скидкой скажем так я выпросил там по-моему они не 60 60 или 70 долларов сбросили но общая стоимость я заплатил 402 с налогами 402 с налогами дорого-дорого дорогое удовольствие значит большие амортизаторы по моему 67 за штуку маленький амортизаторы 62 за штуку и вот эти вот резиновые значит втулки верхние втулки по моему по 60 нижние по 20 там с копейками но вот в сумме там что-то получилось 400 чем-то минус дискаунт минус скидка получилось 400 где-то 2 ну все а теперь главное найти время и все это дело поменять друзья пришло время сделать небольшой ремонт значит сегодня воскресенье у меня выходной ну скажем так половина выходного запчасти я покупал в штате огайо но я еще работал выходные субботу и воскресенье вот сегодня у меня полдня выдалось сейчас обеденное время я занял такое место значит как я говорил хочу поменять амортизаторы кабины вот там они стоят потом подушки кабины сейчас покажу вот здесь подушки кабины находятся и передние амортизаторы честно говоря буду начинать сзади потому что ну самое простое поменять передние амортизаторы туда и доступа все есть ключи инструменты все есть значит самое сложное это будет сейчас заниматься амортизаторами почему потому что сюда друзья доступа ну вообще нету видите еле-еле руками туда достаешь а сверху вообще большая проблема я вот под камерой подлезу видите как она крепится идет такая вот поперечина кабины алюминиевая и спрятаны там амортизатор понимаете туда подлезть будет крайне сложно переоделся в грязную одежду в рабочую наверх прямо на на свою отдел потому что на улице прохладно где-то плюс пять так чтобы было тепло мы будем приступать сейчас я постараюсь приноровиться потому что сейчас я буду присматриваться лазить там смотрите как поудобнее вот но потом дальше засниму ну что попробуем значит ага используем трещотку а здесь ключик вот на кудой вот же конструктору надо отрезать яйца кто придумал такое кто тебя создал такую я перный театр блин детский набор выручил я вам сейчас покажу это капец самое главное верхнюю открутить а нижняя уже пойдет уже будет гораздо легче вот блин я не ожидал такого значит смотрите прикол почему это произошло ну ключ нормальный вот трещоточка маленькая помогла а вот это моя большая тяжелая трещотка видите на насколько длиннее и получается она упиралась в бензобак кто-то мне поправлял в топливный бак и не было рычага вообще не было хода то есть я не мог ни на одно даже деление по открутить а маленькая трещоточка туда отлично залезла представляете как круто хорошо что у меня тут полный набор всего есть и маленькие большие и удлинители и загибатели в общем всякое переходники ну что продолжаем дальше достал это пипец просто смотрите все самой проблем еще болт было достать потому что подушка мешает значит как он достал подушка маленькая и шляпка упиралась прямо в подушку 4 сделал такую нехитрую схему поставил домкрат брусочек за кабину чуть-чуть приподнял кабина получается и болт поднялся выше расслабился во первых в в этом поднялся чуть чуть выше за подушку и уже там кое-как его так вот достал не знаю как буду засовывать это конечно проблема но терять времени не будем сейчас возьму щеточка у меня где-то было вот моя щеточка залезная мы его сейчас почистим я вам скажу если честно что болт и не выглядит старым видите под гайкой она сильно даже особо не заржавела не знаю либо очень болты хорошие заводские либо уже когда-то их меняли так но здесь я надеюсь что проще чуть-чуть надеюсь конечно тоже неудобно ничего не поделаешь ах ты собака вот так она у всех бывает да когда крутите гайки постоянно ключи куда-то падает под этот под машина нормально болты хорошо идут это меня радует так полностью откручиваясь я не буду чтобы потом молоточком его подстучать чтобы он вышел ну что вот старый вот новый что-то но мне он не нравится все равно ребят производство канада а здесь уже мексика видите еще когда-то канада это делала хорошие амортизаторы хорошие ароматизаторы друзья так с виду вроде неплохой но он стучал стучит и 1 и 2 я решил их поменять ну и кабине будет плавнее ходить значит вот если кому-то вдруг номер по но понадобится кенворд q20351 внизу 1065 7 а а к 0 65 ну мало ли не знаю я ладно сейчас будем ставить в принципе не было ну не очень сложно самая сложность это подлезть подлезть сейчас вот этот вот немножечко я почищу от ржавчинки и будем ставить ну что ребят вот по отработанной схеме смотрите блин только что прям он так стукнул я не знаю в общем ну прям слышно он стучит ребят все ему уже гамон и второму я уверен что тоже было капец знаете что я вам скажу что уже когда ты делаешь это второй раз то уже гораздо легче по отработанной схеме как говорится по быстренькому подлез и открутил было вообще не сложно но когда уже одну сторону только что сделал вторая гораздо лучше получается сейчас мы это дело поменяем и приступим к дальнейшей работе что после замены ароматизаторов теперь у меня в кабине будет пахнуть вкусно переходим ко второй фазе сексуальных отношений значит вот у нас пин такой не очень нравится как то здесь и вот сверху вот эта штука раз сюда и заходит видите у меня возник вопрос видите вот он стоит здесь открутим вот этот вот гайку вот это достанется нижняя часть верхнюю часть короче я думаю ok а болт интересно как он там стоит мертвого не мертвого я почему-то подумал что здесь здесь значит разобрал а а здесь у нас ничего нету ну вот она вот тут вот стоит то есть тут никаких болтов нету то есть сверху как и сверху держать или она там намертво сидит это у меня вопрос в интернете вообще никакой информации по поводу замены подушек кабины нету на другие кенворта есть на на 900 и нету и вот у меня последняя очень нехорошая мысль пришла видите она здесь раз там 23 и сзади 4 вот эта штука верхняя она прикручена четырьмя болтами к кабине я очень боюсь что вот этот болт нижний вот этот вот он только открутится когда открутить вот эти четыре болта и оттуда с обратной стороны изнутри там чем-то держать вот это меня больше всего боит боюсь я потому что если так то я реально нифига не поменяю потому что туда я вообще залезть не могу просто не могу сюда еще ладно потом под домкратить и достать это это сколько домкратить надо будет я просто вообще не представляю ладно я попробую а дальше будет видно слушайте но крутится до крутится я вижу значит болтом стоит мертва это меня радует значит я под домкратил еще но там тем механизмом значит выпала вот эта штука значит что мне не нравится значит смотрите вот эта верхушка она как бы очень тоненькая резина на ней здесь вот видите она как будто бы уже облезла но новая подушка видите та же самая история здесь почему-то нету здесь есть а здесь как будто бы обрезана об кромса на ладно так вот с виду они не знаю вроде бы ну как бы эта штука на ней то все равно не держится больше держится на верхней части это больше как 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 шайба слушать служит но вот видите вот здесь вот вытерлась значит конкретно там она туда-сюда гуляла значит это нехорошо так что дальше делать дальше надо он я ее видите насколько важно приподнял но у меня такое чувство это мне надо поднять настолько чтобы болт вылез а это уже я вам скажу задача не из легких даже больше чем болт вылез чтобы подушку потом на нее на болт одеть понимаете какая история я вот думаю может не все таки вот эти четыре открутить тогда будет гораздо легче мне кажется ну ладно сейчас сейчас я подумаю в общем история хороша но начиная сначала мне не хватает домкрата значит надо сейчас еще что-то повыше ставить искать я пока опускаю и потом заново будем поднимать потому что не хватает домкрата и мне друзья не нравится короче домкрату по ходу капец уже смотрите из него масло вытекает гидравлика вот это очень плохо надеюсь мне его хватит так вот делают домкрате кино он свое все равно уже после ой 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 меня этот фонарик эй о слава богу нормально все видите как делают дом кратики я тут и так уже подложил ступеньку целую ёшкин каракошкин все с него уже масло течет но я надеюсь что он еще чуть-чуть послужит нам стать естественно их где искать деревяшки всякие подкладки на трак стопе где-нибудь ходить здесь столько всего можно найти ребята я вам серьезно говорю ну конечно больше всего мусора среди какие сволочи а это вот это вот он убирался в траке ну и решил здесь вот это оставить смотрите собака какая это кто у нас вообще это у нас не знаю какое-то оемы холодильника вы понимаете цирк о я вижу то что мне надо а здесь вообще капец вон мусорка валяется картонки мартонки вот что мне надо но не такая большая мне надо что-нибудь поменьше вон там например палочку сейчас мы это дело организуем да друзья вот такие видите у нас парковки но ничего не поделаешь видите досточка она конечно хорошо но она очень длинная на мне не подходит но у меня есть 2 дом крати который уже не высокого роста и получается поставив его мне ровненько ровненько хватило места но не место в смысле этой высоты вот этого вот доски вот видите она прям вот сюда убирается железное крепление мы сейчас мы будем его использовать в наших целях так это нет не тот или я просто уже сейчас возьмем другую ребята все есть времени только нету и место пойдем так что тут у нас а уже другое дело я только единственно что боюсь что высоты штока не хватит на мне на этот чтобы поднять на нужную высоту кабину понимаете какая история так то что поехали проблем очка проблем очка ребята знаете какая проблем очка проблем очка в том что у меня вот здесь вот находится этот но преобразователь электричества и он в натяжку пошел надо его открутить чтобы он нам не мешал так друзья я ее открутил 4 болта что-то она руками не идет попробуем постучать мало . может она не хочет слушать а меня это настораживает ах ты слушайте вообще не идет а зачем я откручивал тогда а почему не идет а почему не идет слушайте но мне это не нравится и как теперь взять какую-то монтировочку попробовать вот сюда в это соединение пару раз колбаснуть в общем ребят честно говоря я уже немножко сдаюсь нет у меня это я задрал кабину блин ну насколько мог вы просто посмотрите насколько она как она стоит видите вот так аж насчет чего я сдался друзья видите я открутил вот эти вот болты я думал что вот этот вот в обойма она упадет я смогу ее раз раз и как бы достать но она не падает я уже молотком стучал и монтировочкой и отверточкой и вообще никак понимаете она алюминиевая я боюсь что просто сильными ударами она может поломаться я наделаю делов а понятия не представляю как оно вообще тут ё-моё ну что кто это придумал тут такое занятие в общем не достается ребята ну конечно должно как-то доставаться но как я понятия не приложу врагу не сдается на шкорды варяк сейчас я вам скажу ребята я победил этого вот благодаря телефону глубоко глубоко залез сделал фотографию там со вспышкой и понял в чем же дело сейчас будем доставать и так день день следующий значит вчера все-таки меня эти подушки победили я не то чтобы победили короче я понял как она снимается надо было верхней там четыре болта открутить я это сделал но у меня сломался домкрат то что я вам показывал масло вытекает она уже вытекла настолько что он просто больше не выдерживал мой высокий домкрат а маленького низенького домкрата не хватало чтобы поднять буквально оставалось там вот чуть-чуть пол пол сантиметра чтобы достать эту по капсулу скажем так для подушки кронштейн капсула в общем вот это вот алюминиевый бракет вот и у меня уже батарейки в этих в лампочках сели то есть в подсветке в моем светильнике и уже наступило вчера темно честно говоря уже сил не хватало в общем я собрал все вместе закрутил затянул все нормально сегодня понедельник у меня есть следующий груз буквально через четыре часа надо быть на загрузке так лениво было сидел уже там отдыхал в траке покушал полежал по это там на следующий день груз поискал но надо доделывать работы сегодня еще этот снег прошел удивительно сегодня был снег мокрый с дождем вот недавно закончился поэтому видимо мне не хотелось никуда выползать сейчас буду менять передние амортизаторы потому что подушки оставил в общем на потом когда куплю новый домкрат а сейчас просто поменяем передние мартеры ребята специально для вас достал свой пистолет пил пулемет милуаки потому что многие спрашивают какая модель какая модель я откручиваю болты значит вот посмотрите милуаки м18 фью называется 1 2 high torque impact в рэнч 2767 22 сейчас покажу что наборе вот м18 фью вот такой вот impact в рэнч в наборе шло две батареи на 5 говорят иногда что лучше на 9 брать но вот я собой лично сам проверил одной батарейки пятерочки хватает чтобы открутить и закрутить все 10 колес ну то есть вы можете вот таким ориентироваться ориентиром то есть его намного реально этой батарейки хватает зарядка за полчаса у меня полностью заряжает всю батарею поэтому особо в принципе даже две особо не нужно но если будет девятка или восьмерка батарейка то вам вообще ее там на века хватит вот такой вот набор я думал сейчас что мне понадобится для замены амортизаторов но я взял свой этот вороток и проверил значит головка на 15 16 и откручивается ну просто изумительно очень легко я думал мне понадобится пистолет пулемет но без него справимся видите идет идут они очень легко поэтому я думаю что он нам не понадобится абсолютно сейчас откручиваем снимаем и ставим новенький конечно снять его будет скорее всего не так легко но может быть постучим им молоточком его как-нибудь собьем сейчас посмотрю я если честно больше чем уверен что если я сейчас его начну руками толкать он вряд ли выйдет но для начала попробую руками а дальше посмотрим сейчас вы только сниму еще вот эти вот шайбы сверху верите не верите но руками он нормально я попробовал отверточкой попробовал молотком и все в порядке значит вот старые у нас резинки они в принципе хорошие но так как в комплекте идут новые поэтому я новые поставлю сейчас покажу вам старый амортизатор у него даже почти в сложенном состоянии есть люфт вот я растянул посмотрите и он сам вот я прочертил просто падает видите с него абсолютно уже нету там вот смотрите как легко он уходит все мы же на ямах абсолютно не это не сдерживает удары поэтому по замену вот у нас новый красавчик сейчас мы его откроем посмотрим как здесь будет так вот новый стоит на месте вообще ничего не происходит еле-еле может быть там совсем миллиметр вам просто здесь негде посмотреть я вас уверяюсь просто есть маленькая . который только глазу видно она практически стоит на месте то есть он чуть-чуть совсем только собирается все сейчас ставим на место ставим новые резиночки естественно новенькие 1 2 таким вот конусом вовнутрь а теперь наш ароматизатор как раз едва вот так теперь снова резиночки и все наверное это самое легкое что я менял в своей жизни вот забыл шапочки вверх и не раз два все а теперь уже можно одевать ну все а теперь затягиваем ключом и все готово ребят имею очень странную ситуацию хочу я конечно же пока это видео выйдет скорее всего я разберусь либо узнаю ответ но хотел бы спросить у вас кто думает по этому поводу что смотрите значит здесь у меня смеется две шайбы одна задняя на передняя вот вопрос у меня почему перед задняя стоит другой но как бы в ту сторону а это что они обе стоят в одну сторону получается видите с той стороны получается резинка открытая и она как бы но не заходит до конца что ли а с этой стороны закрытая видите то же самое здесь но если бы это типа я перепутал бы то я бы перепутал бы с двух сторон правильно здесь такая же ситуация я еще ничего не менял здесь точно также шайбы стоят видите 1 и 2 я не знаю ли это специфика такая или почему так стоит или кто-то уже когда-то поставил неправильно из и вводит меня в заблуждение не знаю ладно и пока поставлю так как есть но в процессе надо будет разбираться если что тогда придется поменять сторонами их и Продолжение следует... 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 вторая батарейка уже установлена в гайковерте значит на воротке ну и конечно же зарядное устройство естественно что там у нас красавчик друзья вот так вот мы его 1 разблокируем и работает просто на отворот на заворот значит торг у него 55 футов на pound идет это было на коробке написано вот 55 футов на pound максимальный торг ребят модель если кому-то нужно 25 57-22 на 3 восьмых вообще конечно большесть таких крепких болтов лучше 1 2 использовать я имею ввиду без всяких переходников на 4 у меня вороток на одну вторую но у меня есть переходник с 3 восьмых на одну вторую поэтому где 3 восьмых не подойдет я просто буду использовать переходничок и в общем классный очень классный инструмент ребята надежный долговечный вот на него хорошая гарантия в общем в принципе сейчас все люди кто более-менее вот занимается такими работами имеют вот такой вот инструмент очень классная штука дорогая честно дорогая вот этот комплект стоил 250 долларов либо можно купить за 180 только лишь саму штуку без батарейки батарейка стоит 50 то есть если бы я купил бы зарядка у меня есть вот моего большого гана получат от моего большого пистолета мне зарядное устройство но мне в принципе не нужно было но 180 плюс 50 получается 230 но здесь уже все-таки идет дополнительная батарея плюс зарядка плюс чехол ну я решил очень ладно думаю на 20 долларов потрачусь больше но буду иметь вот такой комплект поэтому будем сейчас сегодня им пользоваться вот сокращает время в работе мы посмотрим как он себя покажет сейчас посмотреть как он себя проявит здесь в этих условиях видится я больше не хватает ребят все у него хватает валит валит будь здоров просто я сначала не сразу понял как это дело работает видите три секунды как бы я тут руками мучился бы а так и раз раз и все все откручено все готово все видите амортизатор откручен я сначала было испугался в общем у него как-то не знаю как-то чувствует как бы сколько ему нужно придать давление силы как сильнее нажимаешь он начинает валить конкретно и все три секунды болт откручен поэтому это очень хорошо видите сокращает время время в работе классная штука я и так знал что она будет классно работать но чтоб настолько прям идеально достал в общем вот старая вот новая выглядит конечно она гораздо получше я быстренько сейчас ставлю и потом расскажу вам что я здесь сделал потому что друзья реально очень опасно значит вставляем новую раз надеюсь мои пальцы будут целыми так есть это стоит ровненько здесь все четенько значит вот так вот она прям ух ребята отлично стоит я прям вижу что результат есть смотрите прошлое когда старая стояла здесь прям вообще расстояние не было значит что я сделал друзья что мне пришлось сделать снять полностью вот эту фигню почему потому что кабина когда поднималась она поднималась вместе с трубой вы не представляете как сильно здесь трещала в этом колени невозможно было повернуть абсолютно пришлось мне снять вот это покрытие и открутить трубу сверху он там и только после этого видите как хорошо полностью она сделалась поборол я эту подушку все сейчас опускаю здесь у нас вот тут на старой подушке видите специальный такой паз там есть дырочка и она попадает пряменько пряменько вот сюда куда нужно ему туда он и становится вот она ни туда ни сюда не прыгает все стоит ровно сейчас мы его пускаем и она станет на свое место а а уже вот эту новенькую потом снизу вот здесь вот раз и поставим все отлично все встала так как надо прям чики-пуки ребята все чики и бомбони значит вот эту часть я сейчас закручивать не буду почему потому что я пойду поднимать обратную сторону чтобы здесь было расслаблено и уже начну скручивать выхлопную только тогда когда полностью поменяю подушки такой вот план так здесь мы подняли наше добро так быстро меняем как и прошлый раз сейчас все покажу так так есть все сажаем на место сейчас медленно буду опускать были некоторые вопросы здесь но здесь конечно побыстрее уже вторая сторона потому что знаешь как делать чуть-чуть побыстрее было все вроде все попало все совпало значит какие вопросы были сейчас посмотрим так значит вот моя старая резинка но она тут видно вся плясала вот на этих местах здесь она смотрите какая вся кривая вся стачилась здесь тоже видно плясала и видно что она сама по себе сжатая она уже каменная просто просто каменная вся стесаная жалко на ней год не написан какого она года и вот втулочка нижняя видите значит какой был вопрос опять же видите здесь трубу кавер уже не снимал вот она у нас болтается идите для того чтобы кабину было поднять хорошо а с этой стороны я фактор этот не учел друзья у меня тут нет некоторый казус произошел вот видите когда кабину я поднял эта часть сюда ушла и в общем уперлась в этот кронштейн видите он немножко согнулся что не есть хорошо в общем ладно кстати гул может быть и вот из-за этих моментов ребят всякое может быть где-то чуть-чуть прогорел и где-то немножко сифонит и уже получается звук вот такая вот петрушка но все теперь буду собирать все затягивать потому что эту сторону я еще не затягивал чтобы она была подвижной у нас где тут наша подушечка стоит все но тут видно все красиво стоит там красиво встала очень прямо я сейчас покажу значит здесь ах тышь как подлезть себя значит с правой стороны видите подушка как стоит какое расстояние здесь целый палец влазит а раньше она практически лежала с настолько была подушка разбита вот надеюсь что теперь будет все хорошо но все сейчас собираю и посмотрим как будет как проедемся будет стучать не будет надеюсь что нет парни процесс сборки идет полным ходом но как обычно уже солнышко начинает садиться и с этой стороны но вообще ничего не видно покажу вам еще какие обновки купил значит милуаки лампа на голову вообще офигенная штука ребята и она не на батарейках она на usb usb проводок и она заряжается очень классная а нет соврал вот это кстати на батарейках это на батарейках это ладно хотел сказать что плохо ну ладно не ничего плохого нету и вот такая классная штука вот это точно на usb перезаряжается 2000 раз очень классно светит видите вот она на usb зарядки милуаки и плюс она на магните то есть ее куда хочешь вот пожалуйста раз мы включаем валит так что мама не горюй вот у нее 22 режима яркого и менее яркого света и как раз сейчас мы ей воспользуемся тоже дорогие ребят штуки фирмовые качественные но но дорогие что-то там было по моему еще нет больше ничего нету ну да ладно короче будем обзаводиться потихонечку милуаки инструментом поставил ребята значит давайте посмотрим как же она будет нам тут светить оп и все как днем ребята но это прям шикарно слушайте я балдею реально крутая штука вот второй режим 1 правда чуть чуть темнее согласен но все равно все прекрасно видно и вот так вот работать либо вот так конечно лучше вот так блин штука офигенная итак парни ребятишки вчера я поздно за к поздно закончил уже не показывал вам знать что у меня вчера приключилась я все полностью собрал вот старый болт и старая гайка видите значит здесь такая система что не хочу раскручивать значит видите вот здесь у нас есть под получается под размер вот этой гайки она видите отличается размером то есть вот эта часть вставляется внутрь а это как бы чтобы она туда не заходила сделана правильно она уже очень старая я сорвал резьбу поэтому я вчера не смог здесь ничего собрать сегодня поехал купил новый болт новую гаечку вот все это дело сейчас 3 доллара представляете болт и гаечка ну классно недорого и так далее вот у нас все новенькое сейчас я это дело соберу поставлю сюда защиту и все в принципе ремонт закончен есть там еще некоторые нюансы на этом уже будут следующих видео поэтому ребят не хочу больше затягивать спасибо вам большое за просмотры за лайки за комментарии такое видео у нас получился небольшой про ремонт а то у нас все про дорогу да про дорогу вот я решил немножко разбавить гайками ключами и так далее поэтому спасибо что смотрите мы увидимся в следующих сериях всем пока